Ну вот к этому бабьему бунту и бабьим слезам присоединяется Зеленский, сам того не желая, со своей истерикой и заламбанием рук по поводу Крыма. Давайте покажем, это отдельная песня. Чем больше Киев делает возможностей, доступности для обычных людей на линии соприкосновения, тем быстрее ограничивает та сторона, самопровозглашенная, так называемая власть, любые контакты. Я знаю, что блокируют контакт, но я уверен, что это невозможно все равно, потому что ты же как, ты любишь эту страну или не любишь? Вот любишь ты украинец, не любишь ты, ну ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут, знаете, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море, это детство, для тебя эти рапаны, они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек? Потому что в детстве было так, на зубах. Это же невозможно, это привить, это мое, я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри, Кострополь, Жуковка, Палатка, прыгаешь с 14 метров со скалы, удивлял свою будущую супругу тогда, вот смотри, как я могу. Тряслись коленки, но прыгал. Это я, я там жил, это моя земля, это не их земля, они не будут здесь, их поколение здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда нельзя в голову прошить татарами, сказать, да нет, тут вас не было, там была депортация, это все, значит, вы придумали. Это невозможно, да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее, сотрите эту историю. Да невозможно, это все они вернутся к себе домой. Вопрос? Сергей Александрович. Что, больной, что ли, хочется сказать, собли подотри, как бы, да, со своими этими самыми, своими дешевыми этими самыми, какими, репризами. Вообще, вот эта провинциальность, прям во всем, дешевый провинциальный актер, ну, хотя, наверное, кому-то такие нравятся. Потому что то, что он говорит, это что, так сказать, да, он изображает эмоцию, а ее там нету, да, потому что это бред. Это полная, так сказать, бредятина. Они вернутся домой. Во-первых, уже вернулись домой. Во-вторых, я открою секрет Зеленскому. Тут еще половина Украины, может быть, считает, что это не вполне их дом. Он говорит, вот кто любит Украину, тот украинец. Ну, я тоже тогда украинец. Я люблю Украину, но не люблю Зеленского, как бы, да, и все это вот, это, как бы, так сказать, говнобратию, да, которая вокруг него. Вот, собственно, и все. И потом, когда он рассказывает про детство и про прочее, прочее, хочет сказать, а что, у нас, как ты думаешь, было какое-то другое детство? Думаешь, у нас нет родственников на Украине? Это наша земля. Это наша земля. Где ты там сидишь, вот это наша земля, понятно? И она вернется домой. Вот, собственно, и все. Про Крым вообще смешно. Давно он Крым стал украинским-то? Про татар. Слушайте, я помню в украинское время, я видел, как этот самый ОМОН украинский выгонял татар, так сказать, с того же самого Ай-Петри. Разве этого не было? Это было. И вот, собственно, и все. И сталкивало их, а СБУ сталкивало их лбами с русскими. Вот такие дела. А что касается там всяких там репрессий и прочее, прочее. Ну, слушайте, репрессиями занимались в том числе и украинские политические деятели, совершенно украинскими фамилиями. И среди них было огромное количество откровенных националистов. Ну, и все. В общем, все то, что он сказал, это все какое-то предъятие. Нарапаны какие-то, песок. Это для кого вообще все? Это, опять же, для каких-то людей или с подростковым мастероидным сознанием, или, опять же, для каких-то слюнявых баб, которые вот тоже молодых, истеричных, которые будут там, да, рапаны, шмапаны. Когда-то он детства, какого года рождения? Какое детство написывают? Советское, может быть, да? Ну, а в советское его детство, как вообще Крым попал на Украину? Ну, всем же хорошо известно. Вот. Никита Сергеевич Хрущев, а до этого что было? А до этого Зеленского не было. А если, значит, до этого Зеленского не было, то и ничего не было. История планеты Земля началась с рождения, с того момента, когда господин Зеленский перестал писаться в штаны. Но это все дешевое такое шоу, причем оно выглядит неубедительно. Оно выглядит никогда не будет, вот никогда, никогда. Никогда не говори никогда, вот, как говорится. Вот и все. Так что это вот, это все ни о чем. Это бла-бла такое, да, для того, чтобы вот, типа, вызвать эмоцию. Такое, ну, в этом, в таком вот исполнении эмоция, ну, можно, конечно, вызвать, но каких-то совсем недалеких людей. Правда, здесь проблема таких недалеких людей, в общем, достает, да, в том числе и на Украине. Их там обманывали, обманывали этой Европой, там, кормили, кормили этой кашей, до сих пор все продолжают кормить. Что, как им там, классно будет житься, вот, а им все живется и не классно, и не классно. Ну, они говорят, ничего, ничего, вот еще, так сказать, пару десятков лет и живем по-европейски. А что такое по-европейски, они, мне кажется, даже и думать не думают. Вот на них, собственно говоря, такие вот сопли эти и рассчитаны. Это не клево, мы так любили, говорит, Крым, так любили Крым. Кто вы-то? И когда вы его любили? Тогда, когда вы его вообще в совершенно разобранном состоянии содержали. Ну, что, я-то, например, скажем, там, на Украине, как бы, все девяностые годы и нулевые ездил, и знаю прекрасно этот Крым, как бы, очень хорошо знаю. Что там, советские, там советские дороги еще были. Там все, что еще при Советском Союзе было построено, то и работало. Украина вообще ничего там не сделала. Все, что, я могу сказать, что там сделала Украина. Украина сделала вот что. Украинские олигархи и разного рода барыги покупали себе там дач, вот, в том числе в разных там парковых зонах. Вот, ну и Янукович построил дорогу из аэропорта Симферопольского до Ялты. Это правда, потому что она была в убитом состоянии. Ну, вот, чтобы ездить, как бы, из аэропорта туда вот на ЮБК, построили дорогу. Все, больше вообще ничего там не сделано. Вы так любили Крым, так любили Крым, так любили Крым. Вы так любили Крым, что ни хрена для него не делали. Вот и все дела. Мы там за эти 6-7 лет сделали больше, чем вы за все предыдущие 23. Вот и все дела. Сергей Александрович, вот нам пишут, что Зеленский глуп, насколько же он глуп. Так он же не глуп. Потому что, вы же помните его сериал «Сфаты», он же там показывал, вот семья там, непонятно, то ли она из Киева, то ли она из Москвы, то ли качугуры русские, то ли они украинские. И все они едут отдыхать в Крым, потому что здесь прошло их детство. Хоть они там жили в Москве, хоть они жили в Киеве. Что с ним происходит? И вот же мы вспоминаем его предвыборное интервью, которое он дает этому Гордону. Они собираются и общаются про НАТО. Вот его слова. Это тот же Зеленский. Только вот что случилось с человеком? Ну, вот тогда он говорил чуть-чуть более откровенно. Хотя, понимаете, он играет. Я же сказал напрямую. Он же просто пытается играть, но у него это получается плохо. Теперь он играет в президента. Вот он говорит, я просто цитирую, какие вы нахер дипломаты. А я могу сказать, кто ты нахер президент, если ты пытаешься таким образом выступать. Он плохо играет, он плохой актер. Ну, вернее, он хороший для чего-то другого. Но в данном случае эта роль ему не по зубам. То есть масштаба не хватает. Но он привык, что он привык вызывать эмоцию, он привык, как бы, да, значит, некое сочувствие. Вот он хочет вот этого резонанса, как и любой артист. Вот. И поэтому включает вот эти вот рапаны, эти самые все эти, песочек на зубах. Хотя, с точки зрения здравого смысла, до этого он говорил более здравые вещи. Даже смысл здесь не в том, так сказать, за Россию, против России. Они просто более здравые. Да, здравость заключается вот что. На самом деле, Украина нужна НАТО в качестве расходного материала. Вот и все. А не в качестве равноправного партнера. Она нужна НАТО как инструмент для давления на Россию. А инструмент это всегда плохо. Инструмент, он всегда ломается. И причем он, как бы, ломается первым, да, в руках того, кто его применяет. Вот. А этот инструмент сломался, возьмут другое. Но инструмента уже нет. Вот такие дела. Поэтому, что с ним случилось? Как бы, он стал президентом. Вот что с ним случилось. Он стал президентом, но не смог. У него не хватило ни политической воли, ни мужества человеческого, ни знания, если хотите, ни профессионализма, для того, чтобы ситуацию, так сказать, как-то перевернуть. Хотел ли он этого сделать? Не знаю. Мог ли? Ну, я думаю, да. Ну, или испугался, или не смог, или мы объяснили, что этого делать не надо. Вот, собственно, и все. Он стал президентом той Украины, которую мы вот знаем последние, там, условно говоря, 7 лет.